Музыка Спасти пострадавшего, потушить возгорание и сделать это за считанные секунды. Такие испытания предстояло пройти огнеборцам на областных соревнованиях среди пожарных подразделений региона. За пальму первенства боролись 9 команд из Тольятти, Самары, Сызрани и Ставропольского района. Внимание, марш! Они не боятся огненных препятствий, им под силу любые преграды. Главное сделать все быстро, четко и слаженно. Это пожарные газо-дымозащитные службы. Они работают в условиях, непригодных для дыхания. Поэтому проходят испытания в боевом облачении с использованием дыхательных аппаратов. Соревнование состоит из трех этапов. В первом проводится так называемое боевое развертывание, где имитируют командное тушение пожара. На этих этапах у нас определяется мастерство, командный дух, слаженность работы, работа звена газо-дымозащитной службы. Все это, естественно, засекается по времени разными судьями на всех этапах. Второй этап – силовая эстафета. Здесь пожарные показывают серьезную физическую подготовку. Заключительный этап – задымленный подвал. В полной темноте необходимо отыскать человека, которому нужна помощь. В финале спасатели демонстрируют ловкость управления пожарным стволом, заполняя емкость водой, пока не загорится специальный сигнал. Соперничают команды Тольятти, Самары, Сызрани и Ставропольского района. Всего девять пожарных подразделений. Во-первых, самое главное – это психологическая подготовка личного состава, который всегда участвует в ликвидации сложных, тяжелых пожаров. Ну а второе – это уже мастерство, физическое мастерство, умение работать с инструментом, пожарственным вооружением и вовремя найти пострадавших и вывести их из опасной зоны. Впервые в соревнованиях принимает участие команда пожарной части Тольятти «Азот», которая ежедневно обеспечивает безопасность предприятия и города. Данное упражнение, данное соревнование обязательно для всех подразделений пожарной охраны, независимо от вида, от численности. Пожарные Тольятти «Азот» тренируются каждый день, чтобы всегда быть в боевой готовности. Да, в принципе, все обыденно, всегда тренируемся, занимаемся, по большому счету ничего сложного. Жарко только, а так все хорошо. Самое сложное – это когда рукав под себя подтягивать, уже руки забились после пробежания зверями из-за этого. И когда тянешь уже рукав, у тебя забиваются руки. Вот только этот этап был, а так все легко прошло, все нормально. Пожарные продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства и хорошую физическую подготовку. Яна Левина, Анна Слайковская, Андрей Комиссаров. Новости Тольятти. Первые помощники докторов в Тольяттинской городской клинической больнице номер 5 прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинской сестры. Поздравить представителей одной из самых гуманных профессий пришли представители администрации Тольятти, депутаты Самарской губернской думы и Тольяттинского парламента, а также коллеги из Самарской региональной организации медицинских сестер. Вот уже более 6 лет в нашем регионе реализуется национальный проект здравоохранения. Все положительные показатели, ну, наверное, большинство результатов положительных реализаций этого проекта зависит от вас. Вам за это особые слова признательности и благодарности. Если мне послышат мои пожелания и молитвы, я готов молиться и пожелать вам здоровья и благополучия. И пусть оно сбудется. Современная медицинская сестра – это не только тот человек, который выполняет назначение врача и который, так скажем, работает руками. Это специалист очень высокого класса, это специалист, который очень хорошо ориентируется в информационных технологиях. Это человек, который не только умеет все делать, но это человек, который работает в своей профессии по призванию. От современных медсестер требуется не только множество профессиональных навыков, умение работать с современным оборудованием, пользоваться новыми технологиями, ну и, как во все времена, сострадание, сочувствие и теплота в отношении к пациентам. Я в продолжающийся праздник медицинской сестре, он был 12 мая, я хочу пожелать всем истинного здоровья, преданности своей профессии, преданности, верности своей профессии. Вот мы сегодня были чествовать людей, которые отработали много-много лет и сохранили верность в своей профессии, а трудные времена были все, и сейчас они нелегкие. Лучшие специалисты были отмечены различными наградами за верность профессии и многолетний добросовестный труд.